Еще раз добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня на вебинаре мы познакомимся с вами о формировании и развитии универсального комплекса речемыслительных умений детей дошкольного и младшего школьного возраста. Разрешите представиться, меня зовут Олеся Васильевна, я кандидат в филологических наук, доцент кафедры русского языка, теоретической прикладной лингвистики Государственного педагогического университета имени Мефтухидина Акмулы. Давайте с вами договоримся о том, что если будут какие-то вопросы, то вы сдадите после вебинара, можете пока их писать в чат, а после того, как я закончу вещание, то отвечу на все ваши вопросы. Итак, начать свое выступление я хотелось бы с высказывания французского писателя Фрунсаде Ларош-Фуко, который говорил, что в звуке голоса, в глазах и во всем облике говорящего заключено не меньше красноречия, чем в выборе слов. На современном этапе развития общества существует потребность в креативных, думающих по-новому перспективных личностях, поэтому особую ценность сегодня приобретает развитие способностей самостоятельной творческой мыслить, а эти умения закладываются с детства. Как мы с вами знаем, дошкольный возраст — это период формирования базовых составляющих психического развития, которые обогащаются личностными и индивидуальными характеристиками. В старшем школьном возрасте речи и мышление объединяются, образуя речевое мышление. Речемыслительная деятельность — это процесс обобщенного отражения существенных характеристик причинно-следственных связей между явлениями окружающей действительности, которые совершаются как опосредованно вербальной деятельности по владению логическими операциями. В национальном стандарте Российской Федерации речемыслительная деятельность трактуется следующим образом. Это мыслительная деятельность, которая осуществляется как осознанно, так и неосознанно, с использованием информации в виде воспринимаемого как речь, представленная с использованием алфавита. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые ориентиры социализации, и в том, что в национальном стандарте Российской Федерации речемыслительная деятельность трактуется следующим образом. Это мыслительная деятельность, которая осуществляется как осознанно, так и неосознанно, с использованием информации в виде воспринимаемого как речь, представленная с использованием алфавита. В Федеральном государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет целевые ориентиры, социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест, как самостоятельная формируемая функция. Речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, понятия, познания, творчества во все целевые ориентиры. Развитие речемыслительной деятельности – это важная задача подготовки дошкольников к школе. Понятие развития речемыслительной деятельности включает в себя формирование процессов мышления, речи, общения, которые неотделимы друг от друга и тесно взаимосвязаны, и взаимообусловлены. От уровня развития речемыслительной способностей зависит не только его школьное обучение, но и социализация ребенка в обществе. Дошкольный возраст – это период, когда у детей складываются системные представления об окружающем мире, что способствует формированию потребностей у ребенка в познании и общении. Успешная социальная адаптация ребенка зависит от уровня формированности речемыслительных операций, обеспечивающих развертывание мысли во внешней среде. Дети дошкольного возраста к моменту поступления в школу должны владеть способами познания предметов – абстрагирование, сравнение, обобщение, классификация, развивать способность прослеживать причинно-следственные связи и делать выводы, уметь пользоваться полученными знаниями. Речь возникает вместе с возникновением сознания, высшей специфической человеческой формы отражения действительности. В единстве с речью возникает и мышление, оформление смысла и закрепление ее в слове. Правильность и развернутость высказывания не только для воспитания речи детей, но и для их развития мышления и воспитания, умение логически оформлять и развивать свою мысль. В старшем дошкольном возрасте речи и мышление объединяются, образуя речевое мышление. Использование умственных задач в обучении старших дошкольников расширяет возможность их подготовки к обучению в школе, в том числе и формирование интереса к учению. Перед педагогами дошкольного воспитания ставится целая система задач по формированию и коррекции речи и мыслительной деятельности, решение которых позволит обеспечить становление мыслительных процессов у детей. Определим эти задачи. Развивать мыслительные операции, то есть соотнесение признаков с предметами и явлениями, соотнесение предметов и явлений по степени выраженности признака, классификации, сравнения, аналогии. Здесь можно предложить следующие игровые упражнения, такие как «раздели предметы на группы», «скажи наоборот», «назови одним словом», либо «четвертый лишний», «установи аналогии». Например, «Я знаю опять название одежды, обуви или мебели», или «что общество и чем отличаются предметы». «Найдите нелепые ситуации» или «чего не бывает». Следующая задача. Формировать способность выделять существенные признаки предметов и явлений и давать определение понятия, выделение главной идеи, составление загадок, например, описательных рассказов по плану. Здесь можно предложить следующие игровые упражнения. Придумай загадку, придумай свою сказку, опиши свою любимую игрушку. Формирование логических определений и понятий, исправление небылиц. Например, можно предложить такие упражнения, как «Загруппируй предметы по цвету», «Исправь небылицу», «Найди самую большую и самую маленькую фигуру». Установление логических причинно-следственных связей, поиск новых связей между предметами и явлениями, переход от готовых связей к самостоятельным. Здесь можно предложить следующее задание. Соедини картинки, установи последовательность действий, придумай свой рассказ по картинкам. Следующая задача – стимулировать стремление объяснять происходящее и рассуждать. Нахождение причин событий, описанных в историях, определение последовательности, опровержение ложных суждений. Игровые упражнения. Объясни по картинке причину события. Определи ложное или верное суждение. Следующая задача – формирование умения задавать вопросы. Произвольная постановка вопроса, переход от вопросов, устанавливающий типы к вопросам-гипотезам, осуществление целенаправленного поиска неизвестного с помощью вопроса. Например, задай вопрос в картинке. Какой вопрос можно задать в картинке, чтобы нашелся нужный ответ? Следующая задача – формирование умения задавать вопросы. Умение понимать скрытый смысл предметов и явлений. Умение видеть с разных точек зрения, понимание многозначности слов, нахождение правильного решения из предложных. Например, можно предложить такие задания, как Объясни отличия. Шишка на лбу, шишка на ветке. Шляпка гриба, шляпка у мамы. Следующая задача – формировать, развивать планирующую и регулирующую функции речи. Действие по словесной инструкции – составление рассказов с опорой на слова. Например, составление рассказов с помощью таблиц, которые помогают детям более полно составить рассказ. Затем у детей данная схема откладывается в памяти, и они уже самостоятельно, без подсказки, составляют рассказы. Либо опиши картинку с помощью предложенных слов. Как и где мы можем формировать речемыслительную деятельность у детей? При формировании элементарных математических представлений, при взаимодействии со взрослыми, при познании окружающего мира, при проведении конструирования, при экспериментировании. Не надо делать за ребёнка всё, чему он учится. Его можно только немножко подтолкнуть и направить на верный путь. И тогда и речь, и мышление, а следовательно и сама речемыслительная деятельность будет развита хорошо. И не возникнет у ребёнка трудностей, не будет он изгоем или белой вороной, а наоборот, вырастет полноценным, развитым и общительным человеком. Таким образом, формирование речемыслительной деятельности в дошкольном возрасте гарантирует наилучшую готовность ребёнка к обучению в школе и его социализации. От уровня развития речемыслительных способностей ребёнка зависит не только его школьное обучение, но и социализация в обществе. Развитие речемыслительной деятельности – это важная задача подготовки дошкольников в школе. Познание человеком окружающего мира осуществляется в двух основных формах – чувственного позвания и абстрактного мышления. В своём становлении мышление человека проходит две стадии – допонятильную и понятильную. Допонятильное мышление – это начальная стадия становления мышления. Логика, не врождённая изначально, развивается постепенно в процессе взаимодействия с предметами. К началу обучения в школе нужно начать формирование у детей научного познания. Понятие формируется на основе обобщения существенных признаков предмета, то есть свойств и отношений, присущих ряду однородных предметов. Дети дошкольного возраста к моменту поступления в школу должны овладеть способами познания предметов, ведущими из которых являются абстрагирование, сравнение, обобщение, классификация. Обладая в полной мере предпосылками для развития мыслительных операций, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения и с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением, классификацией, исключением лишнего, понятием и умозаключением, по аналогии и связанным с тяжестью речевого дефекта. Логическое мышление у ребёнка формируется на основе образного и является высшей стадией развития детского мышления. Логическое мышление – это мышление, основанное на рассуждении и доказательстве. Полную чёткость мысль приобретает лишь тогда, когда человек может выразить её ясной и непонятной другим людям языковой формы. Именно поэтому принципиально важно при работе над развитием логического мышления речемыслительной деятельности у детей, чтобы они научились соблюдать последовательность при изложении своих мыслей, вслух объяснять, обосновывать свои суждения и причинно-следственные связи. Например, расскажи, как проходил твой день рождения или выходной. Вот, посмотрите, допустим, можно предложить следующее задание. Система функционирования речемыслительной деятельности дошкольников с речевыми нарушениями, включающая развитие логического мышления, пространства временных представлений, через экспериментирование и продуктивные виды деятельности способствуют развитию мыслительных процессов, коммуникативных навыков у дошкольников, коррекции речи и формирование готовности к школьному обучению. Дошкольный возраст считается периодом развития познавательной активности в речи ребенка. В речи обобщаются знания детей, формируется способность к аналитико-синтетической деятельности на основе собственных представлений. Также в дошкольном возрасте самым главным ведущим является игровая деятельность, а наиболее эффективная для обучения – практическая. Дошкольники учатся формулировать четкие выводы и определения в ходе экспериментирования. Учатся осознанно включать в свою речь новые слова, знакомиться с корневым смыслом объекта познания. У дошкольников развивается словарь. Дети учатся подбирать от исходного слова словообразовательное гнездо, например, как вы видите на слайде – снег, снежинка, снежный, снеговик. Дошкольники учатся рассуждать, задавать вопросы и обращаться с просьбами, что способствует развитию мыслительных умозаключений. Уточнение и обогащение пространственно-временных представлений у детей, включение в систему работы заданий и упражнений, направленных на развитие и уточнение пространственно-временных представлений, будет способствовать совершенствованию лексического и грамматического компонента речи, положительно отразится на формировании неречевых процессов. Ну и можно здесь избежать, конечно же, и ошибок на письме. Все это положительно скажется на речевом и на общем развитии ребенка. Полноценность обладения знаниями о пространстве, способность к пространственному ориентированию, обеспечивается взаимодействием зрительных и слуховых анализаторов в ходе совершения различных видов деятельности ребенка, направленное на активное познание окружающей действительности. Это и развлечение настоящего и прошедшего времени, и употребление глагола совершенно-несовершенного вида. Например, посмотрите, можно предложить следующее задание. Подбери глаголы по аналогии. Я рисую машину. Я нарисовал машину. В продуктивной деятельности создаются условия для осуществления тесной связи слова с действием, с признаками действий. Итогом является вербализация умственных действий, то есть формирование речемыслительной деятельности, направленность на совмещение развития устной и творчества, устной речи и творческого мышления. Можно предложить следующее задание. Подбери от исходного слова словообразовательное гнездо. Опиши предмет по его признакам. Можно предложить следующие признаки. По форме, по размеру, по цвету, по предназначению. Речемыслительная деятельность младших школьников – это мыслительная деятельность, которая осуществляется осознанно и неосознанно и воспринимается как речь. То есть в процессе накопления знаний обеспечивается единство мысли и слова, мышления и речи. Они неотделимы друг от друга и тесно с собой взаимосвязаны. Речемыслительная деятельность является критерием качества речевого развития ребенка любой возрастной группы, критерий его речевой зрелости. Умение полное – выразить свою мысль, логично и связано построить высказывание, сделать его доступным для собеседника. Одной из актуальных проблем при обучении русскому языку учеников начальных классов остается разработка новых приемов и средств развития речемыслительных действий, которые происходят на каждом уроке и во внеклассной работе. Критерием развития речевой зрелости младшего школьника можно выделить большой словарный запас, умение правильно выражать свои мысли, умение логично строить высказывания, умение понимать собеседника. Ну и главной проблемой является разработка новых приемов и средств речемыслительной деятельности, обучение которой можно проводить и на уроках, и во внеклассной деятельности. Связь уроков литературного чтения и русского языка позволит учителю повысить уровень орфографической грамотности и речевой культуры обучающихся. Культура речи школьника начинается с умения слушать и воспринимать речь. От этого будет зависеть эффективность приобретаемых знаний. Важную роль при этом играет развитие произносительной слуховой культуры младшего школьника, от которой зависит орфографическая грамотность. На уроках развития речи и литературного чтения появляются безграничные возможности для воспитания детей, развитие у них уважительного и бережного отношения к родному слову и языку. Для чего человеку слово? Чтобы добру было сердце готово, чтобы творить, а не вытворять, чтобы дарить, любить, создавать. Прежде чем говорить, мы снова будем думать, зачем нам слово. Ну и посмотрите, какие условия развития речи можно еще выделить. Это развитие произносительно-слуховой культуры младшего школьника, ну и развитие бережного отношения к родному языку и слову. Для того, чтобы речемыслительная деятельность была эффективной, необходимо на каждом уроке использовать элементы развития речи. Важнейшим условием развития речи обучающихся в начальной школе является потребность высказываний, развитие речевой мотивации, то есть ради чего я говорю, желание выразить свои чувства, эмоции, мысли, то есть необходимо ребенка заинтересовать той или иной деятельностью. Работа над словарем – это основа, фундамент всей работы по развитию речи. Не обладая достаточным запасом слов, ученик не может построить предложение и выразить свою мысль. Работа над словарем состоит в его уточнении, обогащении и активизации. Над уточнением словаря нужно вести работу постоянно, на всех уроках. Учащиеся часто не понимают самых простых слов. Дети совершенно не думают о смысле слова, у них нет образа за словом. Для этого необходимо использовать всем известные задания. Например, назови, от какого слова образовались данные слова. Определи значение слова с помощью словаря. Подбери однокоренные и проверочные слова. Найди проверяемое и проверочное слово. Такие упражнения заставляют вдуматься в смысл слова, а также вырабатывают орфографический навык, то есть навык правильного написания слова. Работая со словарем, дети запоминают, как пишется слово, как оно произносится, а также какое значение оно имеет. Ну и плюс, если вы будете использовать такие задания, они будут легко образовывать словообразовательные цепочки и запоминать корень слова, а также те морфемы, которые используются для образования этих слов. Мы часто сталкиваемся в своей работе с детьми с той проблемой, которой посвящены многие известные статьи и исследования ученых. Это нарушение речи, у которых низкий словарный запас, они испытывают трудности при составлении связанного текста. Бедный словарный запас также становится и причиной низкой успеваемости детей, особенно в современном мире, не только по русскому языку, но и по основным предметам. Такой ребенок не может подобрать проверочное слово на безударную гласную. Он не до конца понимает изучаемое произведение, испытывает затруднения в решении задачи по математике, потому что не понимает ее смысла. Поэтому на уроках русского языка и чтения мы можем не только уделять достаточное внимание орфографическому и грамматическому анализу слова, но и не забывать о работе над семантикой редко употребляемых слов, истории, создании литературных произведений. Рассказ учителя о происхождении слова может оживить урок, так как изучаемый материал свяжется с историей. Но и на уроках русского языка и литературного чтения мы должны обязательно объяснять непонятные слова, например, при чтении в новых произведениях, обращаться к истории создания литературных произведений, выполнять орфографический и грамматический анализ слова. Здесь даже можно использовать небольшие словарики. Вы можете завести с детьми на уроках литературные словарики и записывать непонятные слова, которые встречаются в произведениях, давать им анализ, семантику. Ну и, конечно же, здесь дети запомнят, как правильно она пишется, как произносится, к какой части речи относятся. Ну и, конечно же, на каждом уроке хотя бы минуты 3 или 5 применять задание на развитие речи. Допустим, это может быть какой-то тематический блок слов, который вы даете детям, и можно, допустим, дать задание, составить небольшой связанный текст, ну хотя бы 3-5 предложений по данным словам. Допустим, дать тематику «Друзья» или «Погода» или «Каникулы». Здесь можно на каждом уроке придумывать и предлагать какие-то новые материалы для развития речи. Важно знать, чтобы ученики осознали, что язык — это хранитель многовековой истории народа с его радостями, печалями, творчеством и самобытностью. Но и развитие речемыслительных способностей младших школьников заключается в умении читать, слушать, говорить и писать. Важно, конечно, проводить уроки развития речи. Написание сочинений и изложений — одно из наиболее действенных упражнений в развитии связанной речи учеников. Оно учит детей работать с текстом, находить в нем главную мысль, активизирует речемыслительную деятельность, развивает творческие способности. Комплекс специальных речемыслительных умений, необходимых для написания, сочинения и изложения, состоит в умении понять тему, осмыслить и раскрыть ее суть. Умение починить свое сочинение определенной мысли, умение собирать нужную информацию из различных источников, умение систематизировать материал, составлять план, умение использовать средства языка в соответствии с нормами, умение составлять, совершенствовать и редактировать текст. Ну, допустим, если вы пишете изложение после прочтения, учитель должен обязательно спросить, какова тема изложения, о чем оно, что хотел сказать автор данным текстом, какова основная идея, из каких частей оно состоит, какие структурные элементы выделяются. Дать задание на подбор, выбор основных моментов в изложении. Далее вместе составить план. Выписать ключевые слова. По ключевым словам пересказать данный текст. Ну, а если вы пишете сочинение, то здесь нужно очень хорошо отработать лексику. Ну и, конечно же, поговорить о теме сочинения. Построить вместе план текста. А также определить, что можно брать в качестве примеров для сочинения. Вы знаете, что обучение сочинению, изложению идет с начальной школы и заканчивается написанием основного государственного экзамена. То есть на УГ есть и изложение, и сочинение, и на ЕГ есть сочинение. Поэтому начинать все это нужно, конечно же, с начальной школы. Методика и технологии обучения сочинению и изложению состоит из проведения текущего и промежуточного контроля, саморедактирования, коллективного анализа работ. То есть после того, как вы напишете сочинение и изложение, вы должны провести анализ работ без называния фамилий и оценок. Вы должны, ну, можно сказать, не должны, вы можете прочитать самые лучшие работы, поработать над ошибками обязательно, прочитать отрывки из сочинений и изложений, которые наиболее удачные, а также прочитать работы, где, на ваш взгляд, имеются речевые ошибки, попробовать их исправить. Такая систематическая работа перед написанием изложения и сочинений и после работы над ошибками позволит ликвидировать наибольшее количество речевых и грамматических ошибок, а также поработать над словарем, расширением словарного запаса учащихся. Необходимо развивать умения и навыки креативного письма, сочетая традиционные и инновационные методики. Сейчас очень много различных пособий для подготовки учащихся к урокам развития речи, и в том числе есть небольшие конструкторы для написания сочинений, которыми вы тоже можете пользоваться. Эффективные приемы обучения сочинению и изложению, но остановимся сначала на сочинении, это следующие. Создание устных сочинений на разные темы. Описание отдельных частей сочинения. То есть можно написать, допустим, вступление, либо основную часть, либо только заключение. Если вы пишете, например, вступление, то основную часть вы можете проговорить, то есть устно написать. А для чего это нужно? Для того, что вспомните, в девятом классе перед выпускными экзаменами дети сдают итоговое собеседование, которое состоит из четырех частей. Первое – это выразительное чтение текста, второе – это пересказ текста, третье – это создание монологического высказывания, форме описания, рассуждения или повествования, и четвертое – это ответ на вопрос. Поэтому начинать подготовку мы, конечно же, должны с начальной школы. Дальше. Многоаспектный анализ готов, сочинение, о котором мы уже говорили, ну и развитие навыка рецензирования своей и чужой работы. Что это значит? То есть это значит работа над ошибками, исправление чужих ошибок, исправление своих ошибок, но и редактирование текста. Умение писать сочинения формируется из анализа формулировок тем сочинения, разработки систем вопросов к теме, отбора материала для раскрытия темы сочинения, формулировки тезисов сочинения, умение строить доказательные рассуждения, обязательно запомнить структуру, тезис, доказательства и иллюстрации, то есть примеры. Продумывание композиции сочинения, работа над вступительной и заключительной частями, логическими связями между частями сочинения, также речевое оформление текста, но и оптимальные формы работы с черновиком. Развивая речи учащихся начальной школы, мы готовим детей к написанию ВПР, а в дальнейшем к сдаче государственных экзаменов. Важно учитывать межпредметные связи на уроках. Например, на уроках окружающего мира можно использовать те же методы приема, что и на чтении. Это чтение и пересказ материала учебника, составление докладов и сообщений по дополнительным источникам, творческие рассказы детей, составление кроссвордов, решение задач, ребусов. Также развитие речемыслительных деятельностей мы можем наблюдать и на уроках математики. Это решение каких-то определенных задач. Это могут быть, например, сочинение описания, как построить отрезок, сочинение загадки. Это число есть собаки, и у кошки, и у стула. Ну и, конечно же, здесь ребенок должен для того, чтобы решить какую-то задачу, ее внимательно прочитать, осмыслить, понять, что требуется найти. Если, например, предложить ребенку сочинение описания, как построить отрезок, то целью такого сочинения является описание алгоритма выполнения какого-то действия. Можно предложить детям написать какие-то определенные загадки. Ну, допустим, еще когда человек был еще маленьким, у него было это число. Это число состоит из двух одинаковых чисел. На всех уроках нужно добиваться, чтобы ученики отвечали полным ответом. Тем самым они научатся правильно строить не только простые предложения, но и сложно сочиненные, сложно подчиненные. Как мы видим, можно очень грамотно и логично выстроить работу по развитию речемыслительных действий и умений у детей на всех уроках, таких как русский язык, литература, математика и окружающий. Посмотрите, одни и те же задания в принципе можем использовать и на каждом уроке мы с вами будем развивать речемыслительные умения. Причем нестандартный подход, такой подход, как, например, напишите сочинение описания по математике, будет интересно, конечно же, деткам. Также, конечно же, помимо уроков можно проводить и вне классные мероприятия, поскольку развитие речи и мышления можно вестись и во внеклассной работе. Оно позволяет сочетать различные виды деятельности школьника учебную, коммуникативную, игровую и трудовую. Вне классные мероприятия необходимо проводить после урока в игровой форме. Это повышает эмоциональный настрой детей, заставляет их активизировать свои знания и возможности для достижения хороших результатов, повышает интерес к изучаемым предметам. Например, на праздниках День знаний, азбука, рыжая осень можно читать стихотворения, ставить сценки. И здесь отрабатываются такие навыки, как выразительность, мимика, жесты, дикция детей. На конкурсы можно подбирать игры на развитие внимания, памяти, словарного запаса учеников, так как учебный план не позволяет на уроках русского языка, в частности, много времени уделять такому большому разделу, как фольклор, то работу можно ненавязчиво продолжить и во внеклассных мероприятиях. Например, игра, да скажи пословицу, собери пословицу, можно провести игру соревнований, кто больше, вспомнить пословица на определенную тему, например, о дружбе, о семье, о труде, о книге и другие. Во внеклассную работу можно включить и фразеологизм, поскольку они будут способствовать решению кругозора, делать речь детей живой, эмоциональной и выразительной. Например, можно предложить игру «О чем так говорят?» «Не цветы, а вянут, не ладоши, а ими хлопают, не белье, а их развешивают, чрезмерно доверчивые и любопытные. Развивая познавательную деятельность, воспитывая стремление к зданиям, мы развиваем личность маленького человека, умеющего мыслить, сопереживать и творить». Там же, кроме внеклассных мероприятий, можно проводить и физкульт-минутки, гимнастику для пальчиков для развития мелкой моторики. Например, такую предложить гимнастику для пальчиков для развития мелкой моторики, как прокачивающий массаж ногтевых фаланг, шоу медведь в своей берлоге или колокольчик. Также физкульт-минутки нередко добавляют упражнения для развития межполушарного взаимодействия. Они улучшают мыслительную деятельность, синхронизируют работу полушария, способствуют улучшению запоминания, облегчают процесс письма. Например, такая игра, как кулак, ладонь и ребро. Три положения руки на плоскости стола последовательно сменяют друг друга. Количество повторений 8 или 10, но вы можете сократить, если детки маленькие, то можно и до 5. При усвоении программы или при затруднении выполнения можно помогать себе командами кулак, ладонь, ребро, произнося их слов или про себя. Также можно предложить такую игру, как ухо-нос. Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши и поменяйте положение рук с точностью да наоборот. Такие задания детям всегда нравятся и они их с удовольствием выполняют. Также можно использовать для развития речемыслительной деятельности и чистоговорки. Всем известно, для чего нужны чистоговорки. Разучивая можно обыграть ее. Дается текст чистоговорки и предлагается ребятам прочесть ее от имени, например, сороки или змеи. Сорока будет говорить быстро, а змея выделяет все звуки ша. Например, на часок мы зашли к черепашке, черепашка подала чане чашке. Ну вот если, например, произнести от имени змеи, то она будет говорить, во-первых, медленно и шипеть, да, на часок мы зашли к черепашке, черепашка подала чайник, чашки. Ну а если сорок, то сорок будет говорить быстро, да, вот таким образом можно тоже развивать речь учащихся. Дальше можно, например, предложить упражнение по секрету всему свету. Дети встают цепочкой и проговаривают чистоговорку шепотом друг другу на ушко. Последний ученик в группе произносит ее вслух. Дети стараются произнести чистоговорку правильно, ведь от каждого из них зависит то, в каком виде дойдет она до последнего ученика. Например, аф-аф-аф, купили шарф, уф-уф-уф, сядь на пуф, оф-оф-оф, поймай ли сов. Ну, такая тоже игра очень интересная и можно выделить несколько минут на уроке. Также можно учить и скороговорки. Скороговорки читаются сначала медленно и тихо, затем быстрее и после небольшой тренировки предлагается посоревноваться в произношении скороговорок. Например, кто быстрее и четче? 40 сорок воровали горох, 40 ворон разогнали сорок, 40 орлов разогнали ворон, 40 коров распугали орлов. кстати, вы можете такие элементы, как чистоговорки, скороговорки использовать поочередно на каждом уроке русского языка, либо же на переменках поиграть вместе с ребятами. Это им тоже очень нравится, они с удовольствием играют. Для расширения словарного запаса учащихся можно использовать также и пословицы и поговорки. Например, игра «Переведи на русский язык». Известно, что в языках многих народов немало пословиц и поговорков, сходных по смыслу с нашими. Дети любят переводить такие пословицы. Вот, например, несколько таких пословиц, которые предлагается перевести на русский язык. Прежде чем сказать «Поверни язык семь раз». Это пословица из Вьетнама. Ну, здесь можно сказать «Семь раз отмерь, один раз отрежь». На нашу скороговорку, если перевести. Дальше. «Верблюды под мостом не спрячешь из Афганистана». Ну, здесь можно перевести на русскую пословицу «Шила в мешке не утаишь». «Маленький горшок хорошо нагревается из Англии». Ну, тут можно сказать «Малозолотник дорог». Ну, еще вот одно могу вам предложить. «Сын леопарда». Тоже леопард. Это у нас пословица из Африки. Если перевести на русский язык, то можно предложить такую пословицу, как «Яблоко от яблони недалеко падает». Конечно же, для того, чтобы дети смогли это перевести, вам необходимо большое внимание уделять урокам, где вы изучаете пословицы поговорки. Как правило, это уроки литературного чтения, при изучении фольклора. Либо вы можете использовать данные уроки и задания на внеклассных занятиях. Но внеклассные занятия рекомендуется проводить либо в конце четверти, либо можно в конце недели на последних уроках, для того, чтобы активизировать познавательную деятельность, повторить пройденный материал, ну и, конечно же, обогатить словарный запас учащихся. Конечно, уроки фольклора, на них уделяется мало часов, поэтому придется проводить уроки эти во внеклассной работе. Но пословицы поговорки и фразеологизма, они нужны, поскольку, опять же, эти задания есть и ВПР в начальной школе, эти задания есть и ВПР в среднем звене, а также нахождение фразеологизма в пословице поговорок, встречается и на задании основного государственного экзамена, поэтому работать над этими темами необходимо. Дальше. На уроках по литературному чтению можно использовать прием продуктивного чтения, такой, как кубик Блума. На гранях кубика можно написать вопросы. Почему? Объясни, назови, предложи, придумай и поделись. Например, при изучении произведения Александра Сергеевича Купушкина «Сказка рыбаки и рыбки» ученик бросает кубик. Ребенку необходимо сформулировать вопрос по сказке, по той грани, на которую выпадает кубик. Например, назови главных героев сказки. Почему старик отпустил золотую рыбку? Сравни старуху и рыбку. Предложи, как поступить старухе после того, как она опять осталась у разбитого корыта. Придумай имена старухи и старику. Поделись, какие чувства у тебя вызывает старик. Ну, вот это, кстати, очень интересная игра. И после изучения любого произведения вы можете такую игру предложить детям. как раз-таки вы развиваете и обогащаете словарный запас, активно развиваете словарное творчество у детей, а также здесь и развиваете творческое мышление, воображение, ну и, соответственно, речемыслительные умения. Поэтому вот этот копик глума я вам советую использовать на уроках по литературному чтению. Но на заключительных уроках после прочтения какого-то произведения сказки может быть. Следующее. Для развития устой речи можно дать задание. Придумать монолог мальчика по сюжетной картинке. Придумать диалог, например, консервной банки и дырява башмачка. Придумать рассказ, пользуясь интересной подсказкой что, где, когда. Кто главные герои? Где происходит действие? Когда? В какое время года оно произошло? Что-то случилось? Кто-то помог? Чем все закончилось? А заглавь придуманный рассказ. Ну, вот эта вот игра «Что, где, когда», она тоже, как и метод Блума, очень эффективна, познавательна, интересна. Вы можете одну и ту же игру использовать и применять на различных произведениях. также можно и посмотреть на, например, после изучения любой сказки, либо вот вы даете, допустим, на внеклассном чтении какое-то произведение и не успеваете его проверить. Тогда можно с помощью этой игры как раз-таки проверить, как дети изучили данный материал без вас. Также можно работать над развитием речи письменной, начать составление рассказов по сюжетным картинкам. Детям предлагается несколько картинок, по которым они должны составить небольшой рассказ и записать его. Таких сюжетных картинок можно найти в интернете очень много. Конечно, здесь нужно искать яркие картинки, интересные, а можно даже предложить детям попробовать нарисовать картинки и класс должен будет составить, например, связанный текст по данным картинкам. Это тоже очень увлекательно. Вот эти задания можно использовать на уроках литературного чтения, поскольку мы все-таки используем межпредметные связи, то, конечно же, мы преследуем одну и ту же цель на всех уроках, когда развиваем речи-мыслительную деятельность детей. Развитие речи учащихся было и остается важнейшей задачей педагога. Для того, чтобы дети успешно овладели речевыми умениями и навыками, необходим огромный труд. Ребенок только тогда точно и выразительно излагает свои мысли, когда у него есть потребность ими поделиться, когда урок проходит на высоком эмоциональном уровне, затрагивая мысли и чувства. Развивая речь, мы повышаем уровень интеллекта, совершенствуем речи-мыслительную деятельность. От того, насколько мы глубоко думаем, четко говорим, логично излагаем свои мысли, грамотно пишем, зависит наше будущее. Ну и, конечно же, все эти действия мы с вами должны развивать на каждом уроке, не только на уроках развития речи. Всем спасибо за работу, я вам оставляю контактные данные, а теперь я готова ответить на ваши вопросы. Как можно заинтересовать ребенка и включить его в работу? Увидела вопрос, вы можете применить такие приемы, о которых мы с вами сегодня говорили. Например, конечно же, на уроке, обычном уроке, стандартном, традиционном, очень сложно заинтересовать всех детей и включить его в работу, поэтому здесь нужно начинать, конечно же, с уроков неклассного чтения. Начните с игр, которые постепенно, ненавязчиво, вовлекут ребенка в работу. На уроке иностранного языка, как развивать речи-мыслительную деятельность, к сожалению, на уроке иностранного языка я не рассматриваю, поскольку я филолог, преподаватель русского языка и литературы, но, скорее всего, здесь я тоже могу предположить, поскольку вы начинаете только обучать детей в начальных классах, мы говорим про начальный класс, уроки иностранного языка, то, конечно, здесь можно начать изучать с лексику, то есть вы даете допустим какой-то определенный набор лексических слов, допустим, топик мы изучаем семью и даете все, что связано с семьей, всю лексику, ребенок это учит, потом вы его обучаете составлять предложения, затем вы даете определенный топик о семье, он его учит, рассказывает, читает, вы его анализируете, ну и дальше таким же образом при изучении маленьких топиков. Я работала с иностранными студентами, которые не разговаривали на русском языке вообще, это были индусы в медуниверситете, мы с ними работали таким образом, вот развивали речемыслительную деятельность, они вообще не понимали русского языка и я применяла такие приемы, как вот давала сначала какой-то определенный набор лексики по определенной тематике, затем мы пробовали с ними создавать по шаблону определенный текст, ну сначала маленькие предложения, потом сложные предложения, затем текст, а потом топики, ну и затем они это все читали и рассказывали, вот, поэтому можете тоже использовать такие приемы, но здесь конечно иностранным языком немножко сложнее, это не русский язык все-таки, может быть и учителей иностранного языка есть свои какие-то лайфхаки, но я пока предлагаю свои по развитию речемыслительной деятельности, касающейся русского языка. Еще есть вопросы коллеги? Если у вас будут еще какие-то вопросы, может быть связанные с развитием речи, с русским языком, вы можете писать мне на почту, вы видите на слайде, либо позвонить по номеру телефона, либо написать по WhatsApp, этот номер телефона как раз привязан к WhatsApp. Все, тогда всем спасибо за внимание, была рада всех видеть, слышать, спасибо за продуктивную работу. Вопросов больше нет, да? Тогда приглашаем Татьяну.